Для меня вот это присутствие природы в квартире, в каменном мешке, в городе очень важно. Поэтому я люблю цветы, как бы я люблю и срезанные цветы, и живые цветы в горшках. И мне важно, чтобы со мной были постоянно мои любимые животные. Периодически у меня посещает такая мысль, что может быть я хотел бы собаку завести. Мне и ленивца хочется, чтобы он висел где-нибудь, и коалу хочется. С моим ритмом жизни и работы это невозможно. Это Корниш Рекс, его зовут Василий Иванович Чапаев. Он как шапка у Чапая, вот такая вот караклевая. Любит достаточно сидеть на руках, но только когда хочет. Он очень любит покушать, поэтому он такой вот толстенький. Он всегда просит еду сам, и плюс еще и просит остальную команду. Подходить и кричать, требовать еды, а потом сам все съедает. Он научил всех есть цветы. Он специально, когда я прихожу домой, начинает есть цветы, показывая, что он голоден, и есть-то больше нечего. Шоколадный маффин, его так и зовут. Он как раз-таки из тех животных, которые не любят присутствие посторонних лиц. Он сначала как бы присматривается, сидит под столом, ждет, чтобы он абсолютно должен быть уверен, что точно его никто не обидит. А это беспородный котик Сулико, которого я забрал из ресторана. Когда он был совсем маленький, рядом с моей работой был ресторан грузинский. Первый раз, когда я пришел, увидел там такого маленького котенка, который лежал на лавке. В этот ресторан, в принципе, я ходил только из-за кота. А потом хозяева сказали, что посетители жалуются, и что кота им придется из ресторана куда-то деть. Когда особенно бесплатно отдают животных, то люди не всегда ответственно принимают их к себе. Поэтому мне, конечно, за котика было страшно. Все животные абсолютно разные. У каждого абсолютно свой неповторимый характер. Когда у тебя одно животное, да, у тебя не с чем сравнить. И кажется, что вот у тебя кот, да, и все коты вот такие. Но когда в доме живет несколько уже животных, ты понимаешь, насколько они разные. То есть это абсолютно точно так же, как и люди. То есть со своим психологическим характером, со своими желаниями, со своими эмоциями, со своими требованиями. И каждому нужно найти свой подход. Для меня это ощущение счастья, вот в любом случае. Ощущение спокойствия, ощущение причастности себя к той же самой природе.